приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня мы с вами делаем вот такие подарочные пакеты тема упаковки всегда актуальна и если это можно сделать самим это вдвойне хорошо вы видите у меня солнышко и даже без дополнительных фильтров все очень блестит если вам интересно оставайтесь со мной приступим для сегодняшней работы я буду использовать вот такой интересный материал это используется в оформлении стола дорожка на стол и я пришла к выводу что все-таки эта ткань очень крепкая и из нее получается очень красивые подарочные пакеты и меня сказали почему я делаю такие маленькие отвечаю то что я рассказываю можно делать любого размера я просто беру делаю маленького размера так как это видно хорошо на камеру потому что под камерой место не безразмерная а в маленьком варианте вам все видно и будет понятно но как еще повторяют то что я показываю можно делать на любой размер я беру то что у меня есть я сделала еще вот такую сумочку побольше вчера я показывала этот материал и вы видите как это красиво смотрится ну что ж а сейчас приступим я беру свой материал и лицевая сторона у меня снаружи и определяем ширину пакета ширина пакета определяется я это делаю на глаз отнимаю вот примерно вот это стеночки будут боковые наши вот эти стеночки и отрезаю такие пакеты можно сделать вчера мне вот сказали из обоев я просто забыла вам сказать это но это действительно можно делать из обоев и подворачиваю ткань так чтобы здесь остался примерно 1 сантиметр можно чуть больше и этот один сантиметр я его просто подворачиваю здесь можно работать двойным скотчем я вчера уже показывала как это делать также можно использовать горячий клей в ткани в их лучше использовать горячий клей и аккуратно подклеиваю клей я как бы размазываю и вот что у нас получается и вчера в бумажном пакете я показывала вариант когда этот шов находился сбоку сегодня покажу если он находится посередине вот таким образом я расположила шов это кому как удобно варианты я показываю разные и подворачиваю низ если эта ткань она нет не так сильно слушается как бумажные но все же можно с ней справиться и теперь разворачиваю дно и вот таким образом все ровно складываю я воспользуюсь канцелярскими прищепками и все закреплю и если мы работаем с тканью то лучше конечно все сразу подклеить я совсем чуть-чуть добавляю клея чтобы у нас ничего не съезжала и подворачиваю низ как мы это делали уже в предыдущем пакете уроке и также подклеиваю с одной стороны и с другой стороны и теперь подклеиваем вторую часть следим за тем чтобы у нас были параллельные уголки отворачиваем подклеиваем одну часть и вторую и даем закрепиться у меня все подклеено и для укрепления дна нам надо вырезать картонку картонку вырезаем измеряем вот это расстояние примерно у меня два и три и от уголков вот от одного уголка до вот этого уголка примерно 9 сантиметров и вот я вырезала картонку которая по размеру нам идеально подойдет для сумочки у меня она здесь внутри вы видите и вот здесь она прямо просвечивается расправляем сумочку и одеваем дно от одного уголка до другого вот вы видите картонка у нас идеально села и ее можно подклеить для упругости но у нас готова здесь у нас серединке и делаем вот такие вот складываем вытачки это уже на ваше усмотрение вы хотите больше чтобы сумочка была сложена или меньше ну и конечно все проверяем чтобы у нас все было одинаково и когда у нас все ровно сложено я беру дырокол и на одинаковом расстоянии делаю отверстие одно и второе если вы не уверены что у вас ровно получится отмечаем делаем отметку что-то не прорезалась до конца и в эти отверстия мы продеваем шнур мы шнур упал ничего я его достану и примерно распределяем ручки и как я уже учила чтобы шнур не расходился я беру двойной скотч отрезок и вот он уже подклеился и просто снимаю защитный слой и оборачиваю его и посередине подрезаю у меня получается оба жгута защищены и ничего не разойдется здесь можно подклеить или горячим клеем или сделать узелок если у вас что-то тяжелое то конечно узелок я подклеиваю и клеем и еще скотчем здесь вариантов много можно просто ленту можно еще что-нибудь это уже зависит от вашей фантазии но если это маленький подарок то все достаточно хорошо держится убираем защипы и вот что у нас получилось моя сумочка готова при желании можно украсить любым декором как в данном случае мы с вами научились делать красивые упаковочные пакеты из любого материала я показывала это из ткани показывала из упаковочной бумаги из простой бумаги также получается очень красивый пакет и вот такой интересный тема упаковки всегда актуальна если вам это интересно пишите мне в комментариях я покажу еще несколько вариантов а на сегодня все надеюсь моё видео вам понравилось и было полезным творческих успехов вам и до новых встреч пока пока